Мы ищем инновационные разработки, технологии, которые направлены на решение конкретных проблем и могут применяться по всей планете. Загрязнение пластиком – проблема планетарного масштаба. В Германии, кажется, знают, как помочь океанам. Этот недорогой речной барьер, известный как «трэш бум», был разработан компанией «Пластик Фишер». 80% пластика попадает в океан из рек. Система поплавков улавливает мусор на раннем этапе. Это обходится в 300 раз дешевле, чем операция по сбору тонн пластика в открытом море. Мы начали тестировать продукт в Юго-Восточной Азии, в Индонезии. Мы пробыли там 8 месяцев, совершенствуя систему в полевых условиях. Ведь у нас не было предварительных данных об эффективности барьера. А теперь мы занимаемся масштабированием. Применяем эту модульную конструкцию в Индии. Уже собрано около 340 тонн пластиковых отходов. Это устройство, призванное повлиять на качество жизни на планете, презентовали на выставке «Прототыпс for Humanity» в Дубае, где собираются самые яркие молодые ученые и изобретатели со всего мира. Их инновационные решения нацелены на создание более устойчивой и экологически чистой среды обитания. В этом году студенты из десятков университетов мира представили свои удивительные прототипы, многие из которых бесспорно окажут положительное воздействие на развитие общества. Вы можете подумать, что это стул для школьной столовой, но на самом деле это спасательное плавучее средство. Подобно оригами, оно менее чем за минуту превращается в спасательный плод. Его создатель — юный филиппинский изобретатель, переживший тайфун в девятилетнем возрасте. После стольких лет мы вправе ожидать, что человечество наконец-то научится справляться с наводнениями, но проблема по-прежнему стоит остро. Тогда я подумал, давайте хотя бы поможем тем, кто находится в самом уязвимом положении. Люди могут утонуть, есть также угроза поражения электрическим током. Еще одна проблема нашей планеты — переработка и утилизация отходов. В Бурунди, в Восточной Африке, остатки урожая бананов ожидает вторая жизнь. Из них делают многоразовые сумки. Это позволяет бороться с загрязнением окружающей среды и изменением климата, повышая ценность банановых плантаций и создавая рабочие места. 90% населения Бурунди занимается сельским хозяйством. После сбора урожая на банановых фермах остается много отходов. Вот что нас интересует. Мы сотрудничаем со многими кооперативами, а также индивидуальными фермерскими хозяйствами. Их порядка 90. Мы собираем сырье за символическую плату, а затем мы производим экологичные сумки. Организаторы проводят конкурс с общим призовым фондом 100 тысяч долларов, которые поделят между собой победителей в четырех категориях. Прорывные научные исследования и разработки достойны награды. Мы хотим отметить технологичные проекты, которые нетрудно масштабировать в самых разных регионах. Публике интересно открыть для себя что-то новое, а студенты и юные изобретатели из 45 стран могут обзавестись важными контактами, познакомиться с инвесторами, государственными структурами и частными игроками, которые хотят предоставить доступ к инновациям, тем сообществам, тем социальным категориям, для которых они были созданы. Один из победивших проектов — холодильник в поле, который был создан для хранения свежесобранных фруктов и овощей в Гане. Установка работает на солнечной энергии. Из-за неэффективных цепочек поставок страны к югу от Сахары теряют порой более трети своей продукции. Холодильные камеры с солнечными панелями позволят увеличить сезонный доход фермеров, поскольку они продлевают срок хранения скоропортящихся культур примерно с 5 до 21 дня. Они также помогут сократить выбросы парниковых газов. Я очень надеялся, что меня пригласят представить мой проект в Дубае. Но я не ожидал, что стану одним из победителей. Здесь высокая конкуренция. Многие инновации просто поражают воображение. Но когда произнесли мое имя и оказался на сцене, с наградой в руках, я подумал, что наша работа действительно важна для решения одной из главных мировых проблем. Это очень вдохновляющий опыт. Некоторые из этих новшеств уже применяются в разных уголках планеты. Некоторые еще будут совершенствоваться. Так или иначе, многие участники выставки еще заставят о себе говорить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok